Мужские игры Мужские игры Мужские игры Мужские игры Мужские игры Даша завтра куда-то у нас это... По медицинским делам. Да, я, видимо, тоже завтра заболеть постараюсь. Вот. Но это несправедливо. Я же не могу тебя стебать по медицинским делам и пожелать тебя, чтобы тебя крабик укусил. Не могу. Поэтому как бы остается только вот так соответствовать. Но поговорить я хочу об отпусках. Почему? Потому что у нас тут в загнивающей Европе ходят устойчивые слухи о том, что с мая все откроют. В том числе и въезд для России. Причем эта история же какая? Когда пресса начинает очень сильно про это писать, то, во-первых, сама она пишет не на ровном месте. У нее какие-то источники есть. А во-вторых, те люди, которые принимают решения с европейской стороны, они же тоже живые люди и тоже читают, что пишет пресса. И поэтому это такой взаимовлияющий процесс получается. Похоже на то, что правда все с мая откроют. И вот тут я хотел бы с нашими слушателями поговорить, потому что возникает несколько проблем. Ну, во-первых, за то время, пока была пандемия, стараниями наших властей, у нас сделался очень неприятный курс. Он начал делаться еще чуть-чуть до пандемии, а потом сделался совсем неприятно. Реально, давайте честно говорить, все подорожало почти в полтора раза. Во-вторых, из-за того, что как-то очень удобно сожрали эту самую трансаэро, тихий сап и европейские перелеты стали сильно дороже. Я вот когда был еще прайм-тайм, я же летал два раза в неделю. То есть я раз в неделю летел в Россию и, соответственно, раз в неделю из России. Так много лет подряд. И, соответственно, ну, я помню те цены, по которым я летал. Они, конечно, драматически стали сейчас больше. В реале их жизни перелет на самолете, причем я летал всегда одним и тем же рейсом и всегда аэрофлотом, а не трансаэро. Перелет на самолете подорожал в реале их жизни, вот в деньгах, я имею в виду, в валюте. Раза, наверное, в два, а то и в три. И для многих людей это критично. И третье обстоятельство, которое есть, у всех же покончались визы за это время. А вы представляете себе, что начнется в посольствах, когда вот это все разрешат, и все те люди, которые собираются, собственно говоря, ехать, они пойдут за визами. И что, собственно говоря, ждет всех, кто туда придет. То есть я не очень себе представляю, сколько времени будет занимать выдача визы. Да, потому что еще же те люди, которые в консульствах и которые в визовых центрах работают, они же еще за это время расслабились. У них реально вот поток людей, который к ним шел, он уменьшился, ну, я не знаю, ну, раз, наверное, в 50 по сравнению с тем, что было. То есть визы Д давали, визы С тоже давали. А вот туристические визы, ну, как бы никто же не получал. Мне кажется, я где-то читал, у меня нет уверенности стопроцентной, надо по интернету проверять, что вроде как греки продолжают давать. Поэтому если они действительно это делают, то, в общем, неплохо было бы озаботиться заранее. Слушай, ну, опять же, ты понимаешь, как, если выбирать направление вот в нашу такую пока еще ковидную эпоху, да, греки, они как вроде как с одной стороны разрешили к себе въезд, то есть как бы все нормально, пожалуйста, но там какое-то невероятное количество условий. Они что же сделали? Они же разделили страны там по нескольким категориям. Не-не-не, подожди, я имею в виду только получить визу греческую. А, исключительно, ты не берешь поездку. Исключительно ради визы, я в данном случае, ну, потому что никакого правила первого въезда на самом деле не существует, это как бы общеизвестно. Вот, ну, ну и потом, знаешь, если виза тринная... Слушай, ну, греки всегда очень оперативно работали, по крайней мере, это тоже касается Москвы. Я не уверен, что они дают сейчас, и мне кажется, я где-то это читал, я не могу сказать точно, поэтому как бы, ну, тем не менее, озаботятся, где взять все-таки визу после этого. Если действительно кто-то собирается ехать в Европу, а судя по тем опросам, которые публикуют там и Фонд общественного мнения, и всякие другие социальные службы, собираются очень многие ехать. О, я, наконец, Дашу вижу, какое счастье. Спасибо, Александр Сергеевич Дубровин. Друзья, Никита Небылицкий, мужские игры. Мы тут, Никита решил тут немного поговорить про отпуск летом и про то, как оно вообще сейчас все выглядит, в каком формате. Я напоминаю, что мы ждем ваших сообщений. Кстати, если кто-то из наших слушателей недавно получал в какую-то страну туристическую визу, напишите, пожалуйста, куда и какие сложности у вас были, а мы продолжим. Я напоминаю, что для тех, кто слушает «Серебряный дождь» в YouTube, мы, собственно, и продолжаем... Ютьюбить. Да, ютьюбить мы продолжаем. Да. Я тебе, кстати, могу сказать, что у меня дочка хорошей подруги, совершенно без проблем, уже второй раз за последние полгода, с получением визы, летает отдыхать в Великобританию. Прям вот не то, что у нее там была, например, виза у ребенка, нет, с получением визы, со всеми делами. Вроде англичане, правда, дают, но, во-первых, английская виза, к сожалению, не работает на Европу. Тут, да. Причем не только сейчас, когда брекексит случился, но и до этого. А во-вторых, ну, давай все-таки честными будем, знаешь, это нужно быть небедным человеком для того, чтобы иметь возможность отдохнуть в Англии. Это... Для тех, кто слушает нас по радио, даже только что говорила, что ее подруга, вернее, ее дочка, дважды за последнее время получила английскую визу, ездила отдохнуть в Англию. Я на это сказал, что Англия, это, конечно, хорошая штука, и там, на самом деле, дико интересно. Там вообще есть совершенно замечательные всякие, такие себе можно организовать, ну, не экскурсии, а самопосещения. По Шотландии можно поездить, по Ирландии, по той части Ирландии, которая английская, понятно. Ну, собственно говоря, и по другой тоже можно поездить, если есть шенгенская виза. Но вот если только английская, то, значит, соответственно, по той части, которая английская. О, Никита, про Грецию. Греки дают, но это 500 человек в неделю. Еще комментарии. Получил у греков неделю назад, без проблем, пишут наши слушатели, так что да. Ну вот, знаешь, видишь, я, значит, не перепутал. Я сразу оговорился, что я где-то прочитал, так как у меня этих проблем вообще нет. Павел вот уточняет, визы греки дают, я получил визу для ребенка, но с однократным выездом, въездом в смысле, и на конкретный срок пребывания. Ну, может быть, это только для ребенка так бывает. Но вообще случается, на самом деле, с этой выдачей многократных виз и долгих, это вообще загадочное какое-то явление. У меня есть товарищ, который многие годы имеет многократную визу, который многие годы ездит в ту страну, заметь, которая ему дала визу, никогда в жизни там ничего не нарушал, не пересиживал, не там, я не знаю, не воровал из магазинов. Ну, то есть ничего такого не делал. В один прекрасный момент у него его это... А тогда, по-моему, еще пятилетних не давали. Или если давали, то по каким-то специальным условиям. Если у него кончилась эта самая виза, он пришел подаваться в очередной раз, принеся ровно тот же набор документов, но все то же самое. Причем он прошаренный у него, медицинская страховка не на срок пребывания, когда он собирается ехать по принципу, как бы мне подешевле заплатить, а целиком. Ему взяли и дали визу на 10 дней с этим самым однократным въездом. Это как давно было? Почему? Как давно это было? Ну, это было, наверное, год 4 назад. А, нет, года 4 тогда нет, потому что они же вот совсем недавно меняли по всему Шенгену условия въезда. И знаешь, как бывает, когда ты часто въезжаешь в страну, у тебя там все на больший, на больший срок. Сейчас все это дело обнулилось и теперь не учитывается. Нет, это давно было. Потом еще у меня другого приятеля тоже была проблема, причем это было на моих глазах. Это было давно, еще тогда были границы между Германией и Польшей. Ну, такая полноценная, для того, чтобы попасть в Польшу нужна была транзитная, ну, вернее, не транзитная виза, а нужно было иметь Шенген. Тогда поляки через себя россиян пропускали. Короче, мы ехали на машине. И мой приятель получил визу итальянскую. Так. Сунул ее в карман и мы поехали себе замечательным образом. Доехали мы аккуратно до границы Польши и Германии, где оказалось, что у него не Шенген, а национальная итальянская виза. На что немцы сказали Ривидерче Рома и вернули нас назад. То есть мы поехали в Варшаву обратно, оставили там машину на парковке и улетели на самолете в Италию. То есть вот такая вот ситуация странная. Так, друзья, для тех, кто к нам только что присоединился. Никита решил так загодя поговорить про летний отпуск, хотя, наверное, в условиях непонятной ковидной и постковидной ситуации во всех странах это правильно. Озаботиться этим летним отпуском заранее, даже если вы этого никогда не делали. Давайте так. Вы уже планировали что-то по этому поводу? Куда вы планировали? Выясняли ли по визам? Вот, например, Марина, несчастная, такая же несчастная, как я, пишет, мы не поедем в Европу, мы с Дашей ждем Таиланд, туда и виза не нужна. Вот я, например, действительно отношусь к тем людям, которые просто ждут, не дождутся открытия Таиланда, но пока нет уверенности, что их хотя бы к сентябрю откроют. Да, слушаю, этой уверенности вообще никто не имеет. Это правда. Я думаю, что это все на сегодняшний день большое гадание на кофейной гуще. Знаешь, у меня есть товарищ, который решил, что он будет отслеживать, когда в Европу начнут пускать, потому когда Аэрофлот начнет билеты продавать. Вот он их несколько раз покупал, эти билеты, а Аэрофлот ему говорил, извините, к тому моменту, как подсходил срок этого билета. Ну, вот, нельзя. Переносы, переносы. Ну, в смысле, не Аэрофлота нельзя, а не пускают. Поэтому это все не ориентирует, никто точно, конечно же, не знает, потому что я тут вчера, хохмаради, залез на World Metrics и посмотрел графики вот этого самого ковида с точки зрения волн. Я небольшой специалист медицинской статистики, ну, вернее, никакой, и уж совсем никакой специалист в вирусологии. Но я могу точно совершенно сказать, что вот если посмотреть на график заболевания, то вот, например, в Америке, в Испании прослеживается по графику четкие три волны, и третья волна сейчас закончилась. А вот, например, в России волн две. Третью ждут в мае. Да. И, например, во Франции волн две, началась сейчас третья. В Швеции началась очень большая третья волна, то есть у них там по 7 тысяч заболевших на 10-миллионную страну в день, что на 10-миллионную страну просто страшные цифры. Но, во-первых, никто не знает, будет ли четвертая волна, а за ней пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Это раз. Во-вторых, никто толком не знает, существует ли правда эта третья волна, или это просто вот так вот статистически получилось. То есть это же непонятно абсолютно. Это два. В-третьих, вроде как прививают, но работает или не работает прививка, мы поймем сильно позже. Это как с гриппом ситуация, когда вроде прививка есть, а вроде люди все равно болеют, поэтому черт его знает. И в-четвертых, ну, опять же, я сужу по прессе, по здешней, которая, причем не только по испанской, естественно, а еще же есть немецкая пресса. Ну, слушай, ну вот немцев что-то вроде уже... Не, это пускают к маю. Ну, к маю, да, но там все продлевало, продлевало меры. Не, а на ней говорили, что продлят, но к маю сейчас они открывают рестораны, фитнесы, ну, то есть там поэтапность такая. И та же самая ситуация в Испании. Все то же самое. То есть вот в понедельник, вот с этого, который был, было послабление, но оставили этот самый комендантский час, который просто... На самом деле, вот на это смотришь, это просто смехотворно уже. Ну, например, ну вот, вот объясни мне, Даша, ну с какого такого рожна, извините за выражение, рестораном работать с часу до четырех дня можно, а вечером с 7 часов вечера до 11 нельзя. Ну вот почему? Ну, потому... Зачем нужен комендантский час? То есть они сначала говорили, что вот, типа, молодежи, ей надо куда-то деваться, и вот она ночами собирается и в обгромными толпами устраивает себе рейвы. Так она днями собирается так же в точности устраивает себе рейвы. Или что, вирус дневного света боится? Или они целуются в темноте больше? Вот, ну, кто может объяснить? Никто не может объяснить. То есть на самом деле это все вообще на самом деле напоминает движение свиньи на веревке. Вот это вот... Вот если взять и описать, как свинья на веревке движется, это вот примерно как вот власти всех стран, по-разному реагирует на входящие обстоятельства. Но факт остается фактом, что народонаселение просто устало от этих ограничений. Более того, сыпется экономика, потому что это же такая многогранная конструкция, да? Вот не приехали в Испанию туристы. В принципе, в процентном отношении от ВВП по большому счету это ерунда. Ну, там типа 10%. Да, то есть, ну, ну, спад ВВП на 10%. Но тут же есть обратная сторона медали. Вот эти 10%, на которые произошел спад. И пошли потом в магазин. Не купили, я не знаю, колбасу. Ну, конечно. А производитель колбасы не купил свинью у производителя свиньи. А производитель свиньи не произвел свинячего... Вот с обратной стороны то, что свиньи. И из-за этого не осыпали удобрения. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это такая история сквозная. Она примерно так же устроена, как в любом товаре. Все 100% стоимости товара это зарплата. Ну, просто разложенная, да. То есть, часть зарплаты сборщику, часть производителю сырья, часть налоговику, часть, там, я не знаю, Владимира Владимировича Путина лично и так далее. Вот та же самая история тут. То есть, вот в этом несчастном 10% туризме заложена прямо атомная бомба для всей остальной экономики. И, ну, реально, спад доходов населения есть? Есть. А, извини меня, в той же самой Европе люди не столь долготерпеливы, как в России, когда им, извини меня, на протяжении 8 миллионов дохода падают, и никто никак на это не реагирует. Вон, какого-то рэпера посадили в Испании, так все окна побили в всяких бутиках в Барселоне. Толпы выходили. Я уж про доходы не говорю. Поэтому, как бы, все устали от этого, все не хотят сидеть вот в этой запертии. Уже человечество решило, что, ну, ну, кому-то не повезет. Ну, кто-то умрет. Ну, тут, понимаешь, тут уже другого выхода нет, потому что дальше люди просто с головы начнут умирать. А это недопустимо. Уже один раз в эти игры играли с Великой депрессией. Кончилось это все Второй мировой войной. Потому что денег всем стали не хватать, и определенная часть народа, населения в лице Шекельгрубера решила, что ему нужно их эти деньги оттяпать у соседей. Ну, так вот, если вот абстрагироваться от всего остального. А потом он под эту базу технологическую, вернее, не технологическую, а идеологическую подвел. Поэтому никто же войны-то не хочет такой глобальной. Все же помнят, как это было. Поэтому, я думаю, что долго это все продолжаться-то не будет. Поэтому все эти скорости пооткроются. Так, давай, значит, несколько тебе сообщений. Первое пишет нам, визу Греции получили в конце лета 2020-го. То есть вот прямо, когда все еще закрыто было. По ней и летаем в Испанию. И Олег из Москвы обращается к тебе с просьбой. Он пишет, Никита, разъясните по правилу первого въезда. В Германию не пускают на самолете с неоткрытой визой. Другое дело, на авто через Польшу. Слушайте, ну вот откуда это берется? Ну вот у меня ребенок, например, взлетал. Это сколько было, ну я не знаю. Вот прямо до пандемии, ну может за 2-3 недели. В Германию по испанской визе. С неоткрытой испанской визой. Ну кто сказал, что не пускают? Ну конечно, если тебя немецкий пограничник спрашивает, зачем ты сюда прилетел с этой первой визы. А ты ему говоришь, а я сейчас дальше в Испанию полечу. Я тут сейчас в аэропорту посижу и полечу. Но он, естественно, воспринимает тебя как человека, который решил Германию обмануть. И наоборот тоже. Пишет, буквально вчера мне привезли паспорт с британской визой. Получал первый раз. Документы подавал в визовом центре 17 февраля. Никаких сложностей. Виза стоит 18 800. В самом визовом центре было человек 6-7 из работников. Одна девушка принимала документы, одна биометрию. Все произошло непривычно, быстро и спокойно. И, Никита, как ты понимаешь, один из самых популярных вопросов от наших слушателей, это, если отталкиваться от прошлонедельного выступления Ангелы Меркель, на тему паспортов для тех, кто прививку себе сделал, вакцину. Ковидных паспортов, значит, смотри, я на эту тему читал недалеко вчера большую статью. Надо понимать, что, знаете, вот Евросоюз, как организация, это такой большой совок, огромного размера, раз в 10 больше, чем бывший совок, с диким количеством чиновников, бездельников, все как положено. Национальные правительства, они более-менее нормальные, потому что их избирают. А вот это вот евросоюзовское чиновничество, оно же неизбираемое, оно там сидит и сидит себе. Поэтому они ничего толком сделать не могут вместе. Поэтому такое дикое количество законодательных дырок, например. Так вот о этих ковидных паспортах никак договориться не могут. Евросоюз угрожает, что он выпустит специальную бумажку, что если, значит, ковидного паспорта нет, то, типа, ездить никому никуда нельзя. Ну, во-первых, это надзаконные акты, соответственно, эта конструкция не работает, но это раз. А во-вторых, для того, чтобы выпустить такую бумажку, надо для начала утвердить всем вместе общий, ну, общий, как бы, концепт этого самого ковидного паспорта. Потому что сейчас это выглядит просто смехотворно. Я вот рассказывал, я ездил, я тещу эти мотоциклы, бесконечное количество. Все никак закончить это все не могу. Я уже очумил. Ну, 20 тысяч километров за три недели наездил. Ну, это, ну, очуметь можно. У меня уже мозоль на одном месте. Да, и мне нужно было из Андорро во Францию попасть. А у меня бумага, которая вот в моей собственной компании, о том, что я в моей собственной компании работаю. Она на испанском, эта бумага. И когда меня на границе с Андорро остановил французский пограниц, он не знал испанского. Вот он в эту бумагу смотрит, как смотрю в книгу, вижу фигу. Причем, ну, ты же понимаешь, да, я по-французски могу сказать, что обозначает, не хотите ли вы со мной переспать. В данном случае это явно не канал, хотя, по крайней мере, была девушка. Но это недостаточно, чтобы объяснить, что это за бумага. Она крутила ее, крутила эту бумагу, потом пошла к соседу. Приходит вместе, значит, с пограницом уже, который англоговорящий. Он мне говорит, а у вас, этот, бумажка, что у вас ковида нет, есть 72-часовой давности? Я говорю, я честно говорю, нет у меня, говорю, никакой бумажки. Ни старой, ни нового, вообще никакой. Он говорит, да? А что в этой написано? Я говорю, ну, что я работаю в компании, мне по бизнесу надо вот сейчас в Тулузу поехать и, это, с человеком встретиться, пообедать. Он говорит, а в Тулузе все закрыто. Я говорю, ничего страшного, я в супермаркете доширак куплю. Он говорит, да, ну, езжайте. И вот пропустил меня. Обалдеть. Ну, ты понимаешь, да, какого уровня бардак? Так, пишет нам... Да, прости, Ольга из Питера пишет, в Санкт-Петербурге открыт визовый центр Финляндии. Пожалуйста, пишет Оля, меняла загранпаспорт и планирую физически присутствовать в визовом центре. Не, подожди, Фина специально пояснили, что они россиянам визы давать не будут. По-моему, наши слушатели запутают. Что-то. Ольчка, уточнись, пожалуйста. Это я читал собственными глазами, это финский посол на эту тему давал интервью. И там было сказано, что пока вот... Тем более финны еще и ужесточили сейчас. Вот у финнов, похоже, началась даже не вторая, не третья волна, а вторая. Поэтому вы уточните. Я сам лично читал это интервью с финским послом. Не слышал где-то, а вот прям глазами читал. Так, по поводу планов на лето, Павел из Зеленограда оптимистично пишет, если все сложится хорошо, то ждут в гости в Италии и в Испании, но как быть с шенгенской визой непонятно, так же непонятно, как будет теперь с финансами. В общем, Павел так обобщил все, с чего мы начинали этот час. Ну, знаете, с финансами ситуация такая. Если не произойдет какого-нибудь нового этапа войны между ДНР и Украиной, то, а на это есть надежда, что не произойдет, то по большому счету глобально, в принципе, чисто теоретически, учитывая, что сейчас начался вот этот большой суперцикл подорожания комодитис, и нефть, по идее, должна дорожать. И, в общем, по консенсус прогноза очень многих, имеется в виду не Игорь Сечен, у которого консенсус, господи, произнеси прогноз, что нефть будет миллион миллиардов стоить, а у людей, которые, ну, нормальные, да, там, всяких, Блумбергов и так далее, они все от 75 до 100 нефть предсказывают. А если это так, то, соответственно, и курс будет падать. Более того, похоже на то, что, ну, нас же всех интересует не курс доллару на самом деле, а курс евро к рублю, ну, если в Европу ехать. Похоже на то, что цикл подорожания евро по отношению к доллару тоже как-то пошел на спад. То есть оно какое-то время росло и выросло же довольно серьезно, процентов на 10. И, ну, вроде как, вот, судя по всему, опять же, просто логически пытаюсь мыслить, а не Димура, я не предсказываю курсов. Просто вот, ну, предположительно, похоже на то, вот так я бы сказал, похоже на то, что, как бы, курсу, ну, вроде как, расти дальше не с чего, и больше того у него есть, ну, некая тенденция к тому, что падает. Тем более, что если исторически, то у нас же, как бы, два цикла роста курса обычно были в стране, что взаимосвязано с отопительными сезонами. Это февраль, это первый скачок, ну, февраль-март, вот, первый скачок курса, и август. Учитывая, что февраль-март мы как-то вообще прошли, ну, как-то очень легко на самом деле. То есть, да, у нас был цикл подорожания доллара до 73, и он, собственно, на нем вот как-то и устаканился. Ну, блин, сложно, конечно, сказать, но похоже на то, что курс дальше не должен расти. Ну, я... Не гадай, Никита, не гадай. Не, я не гадаю, я предполагаю, конечно, может быть, всяко. Ну, там завтра какой-нибудь еще Петров с Башировым решит кого-нибудь травануть в Англии, попадется, так как они всегда попадаются, и как бы все. Да. Или там, не дай мне бог, Навального кто-нибудь зарежет в колонии, и тоже все. Ты знаешь, у нас очень много вопросов от слушателей, которые пишут, что, ладно, виза, вот когда закончился загран, что с ним сейчас делать? Ребят, тут я могу поделиться. Загран легко даю. Абсолютно, делюсь своим опытом, делала загран, у меня закончился, и я делала его в сентябре. Да, у вас, с одной стороны, конечно, он не будет использоваться по максимуму еще, наверное, как минимум год, но, тем не менее, есть направления. Ну, я имею в виду, что не так, знаешь, кто привык летать хотя бы раз в месяц, что сейчас ограниченное количество направлений. Тем не менее, для отдыха у моря Турция открыта, в Египет полететь можно, там сейчас не очень удобно через Каир, да, но, тем не менее, в планах, говорят, есть открытие Хургаду и Шарм, Черногория, пожалуйста, греки, там, сложно, но, тем не менее, попасть можно. А главное, что, если вы делаете загранник сейчас, это сейчас настолько делается все шустро, народу никого в сроки прямо щить, короче, рекомендационно души. Не, ну, загранники, по-моему, делают. Делают, я тебе говорю, вот, я в августе начала, в сентябре я доделывала. Прям вот, когда все было прямо закрыто-закрыто, как ты понимаешь. Не, ну, вообще, на всякий случай подготовиться, даже если загранник из 10 лет будет после этого работать 9, то, в общем, это не страшно. Но, я тебе вот другую штуку скажу, вот эти все минимум год и так далее, я вот уверяю тебя, как только кто-нибудь из серьезных игроков, я имею в виду серьезными игроками Евросоюз или американцы, вот это все погань с ограничениями снимут, вот ровно после этого все эти Таиланды, Шмайланды, это все моментально происходит. Да, потому что конкуренция, наконец-то, начнется, понимаешь, будет понятно, что деньги идут туда, а не сюда. Слушай, ну, вот сидит некий дятел плюшевый, да, который вот там принимает решение, закрывать ему Таиланд от иностранцев или не закрывать. Вот он сидит и ку-ку-ку-ку, и вот этим вот плюшевым клювом об стенку стучит. Он же понимает, что ему по шапке может прилететь в любой момент от какого-нибудь вышестоящего начальства. Ну, в том смысле, что если все открылись, тогда уж что, и мы откроемся? Да, а чего мы тут рыжие, что ли? Друзья... Знаешь, почему все так испугаются? Да, извините. Давай, мы продолжим через буквально секунду. Никита Небулицкий и мужские игры, мы ждем ваших сообщений, скоро продолжим. Слушай, я тебе хочу поделиться, Олеся пишет, какая ситуация, как раз связанная с Испанией. Олеся нам пишет, что, представляешь, год, еще год назад сняли дом в Испании на полтора месяца летом, купили билеты на семью из пяти человек, и все обломалось. Деньги не вернули, сказали, переносим на следующий год, мечтаю, если откроют Европу. Обидно, потому что еще и визу успели сгореть. Ну, быстро откроют, на самом деле, это не будет длиться очень долго, потому что реально тут уже, ну, тут открытым текстом уже говорит вся пресса, что вы неправильно себя ведете, что ваши ограничения ничего не дают, что спада никакого нет, что медицина приспособилась, смертность упала, заболевания-то больше стало гораздо, а умирать-то стали меньше, чем весной. Ну, то есть, реально научились лечить. Не так, чтобы вообще вот раз и вылечил. Причем, ты же понимаешь, в статистику тех, кто заболел, попадают те люди, кто переболел, во-первых, достаточно серьезно, чтобы пойти и сделать анализ. Ну, то есть, ведь никто же не пойдет, ну, где-то чуть-чуть насморк у тебя, там, пару дней у тебя глаза послезились. То есть, ты что, пойдешь в этом случае ковидный этот самый лепрозорий анализ делать? Да не пойдешь ты этот анализ делать. И так же в точности с людьми, у которых температуры нет, то есть, болеет, там, 5-6 дней. То есть, и при этом в пике, там, 50 тысяч в день заболевало. Ну, сейчас 6 заболевает, потому что спад начался, вот этот, ну, третьей волной, про которую я говорил. Но, тем не менее. А умирать при этом, при том, что заболевало, ну, извини меня, в 6 раз больше, чем весной, умирать стали, как минимум, в 1,5 раз меньше. То есть, соответственно, научились лечить. Или он не такой заразный стал, может быть, я не знаю. Хотя, видишь, наоборот же говорят и про британский, и про африканский штамп, что они, наоборот, более заразные. Ну, возможно, конечно, но... Короче, Никита, мы поймем, что происходит... Это все гадания на кофейной гуще. Только тогда, когда пройдут прям года, и, наконец-то, удастся собрать в единую аналитику везде и провести прям серьезную работу. Потому что сейчас пока мы можем только догадаться. У меня вообще со всей этой вирусной историей, ну, вот, когда вот это стало проблемой, да, я стал на эту тему размышлять, удивило вот что. Мне всегда казалось, ну, раньше, что вирусные заболевания медицина научилась лечить. Что пневмония, это не смертельное заболевание. Ну, то есть, грубо говоря, мы все жили в ощущении, что у нас медицина сильно развелась. Да-да-да. Мы смотрим, что происходит. В реалиях жизни, вот что было в начале 20 века, вот ровно то же самое сейчас. То есть, по большому счету, как лечат коронавирус? Дают, там, я не знаю, витаминчики, чтобы иммунитет лучше справлялся. Возвращаемся. Ну, я утрирую. Доброе утро. Это еще раз «Мужские игры», Никита Небелицкий, Дарья Гордеева. Так вот, включаясь в то, что было для тех, кто нас смотрит, а не только слушает, мы говорили о том, что странно вообще ощущение от медицины как-то очень сильно изменилось после вот этой всей начала коронавирусной истории, потому что оказалось, что достижения медицины, скажем так, мягко несколько преувеличены. Были вот последние 100 лет, и, в общем, оказалось, что медицина достаточно бессильно против вирусных заболеваний. То есть, она умеет лечить только бактериальные заболевания. То, что раньше мы думали, а как же так вот спит, там, типа, прививку никак придумать не могут. Это же дикость какая-то. Никакая это не дикость. На самом деле, это нормально, как оказалось. Просто, ну, очень было много в этом всем процессе кидания понтов раньше. И сейчас вдруг оказалось, что как бы кидай-не кидай, а типа... Ты знаешь... А типа вот. Давай еще несколько сообщений вот о порядке цен, я бы сказала, о новой ценовой реальности. Пишет нам Лена из Екатеринбурга. В случае Греции очень смущает ценник. Кроме неизвестных визовых или карантинных мер, сейчас, на конец июля, предлагают пакет 120 тысяч за двоих вниманий. И это две звезды на завтраках на Крите за одну неделю. Самоходом ехать, Лена пишет, еще дороже. Осенью думали про Южную Америку, но там космос. Все и виза, и цена, и длительность перелета. Ну, понимаете, в чем дело? Конечно, когда рынок ограничен, та часть рынка, которая имеет возможность доить, доит сколько может. Ну, то есть, это нормальное явление. Поэтому, конечно, надо ждать, когда все это массово откроется. Но, с другой стороны, я вам скажу, что это есть обратная сторона медали, что... Ну, например, в той же Барселоне закрылось 457 ресторанов с концами. То есть, они просто не пережили всей этой истории. Которые уже обратно не откроются, да? Да, они просто уже никогда не откроются. Ну, и, может быть, в их помещениях кто-нибудь другой откроется. Ну, вот как вот был ресторан, и вот нет ресторана, вот таких 457. Это много. И те, кто остался, начнут бороться за клиента. То есть, скорее всего, как только все это, ну, перестанет вся эта поганка быть, то первое время, там, может, неделю, может, две, может, месяц, цены будут высокие. Но зато потом они покатятся вниз, в обратную сторону. Вот это, скорее всего. Опять же, это гадание на кофейной гуще. Ну, я основываюсь на местной, опять же, прессе, которая довольно подробно все это изучает и думает, что будет дальше. Но бывают, правда, ситуации совсем дурацкие. Вот это вот Ада Калау, как бы помягче сказать... Ну, как-нибудь, пожалуйста, постарайтесь. Не самая интеллектуальная девушка на свете, я бы вот так сказал, которая работает мэром Барселоны, исхитрилась запретить Airbnb в Барселоне и паденную аренду. Для чего это она сделала? Это она сделала якобы потому, что из-за того, что, значит, паденная аренда дорогая, шел дикий рост цен на недвижимость в Барселоне, потому что люди покупали просто не глядя, потому что экономика, потому что срастается. И типа местным жителям из-за этого сложно купить себе квартиры. Но, ну, просто если бы у нее интеллект был не какого пингвина, а все-таки, ну, хотя бы чуть-чуть получше, она бы понимала, что наличие людей, которые получают деньги за аренду в большом количестве, вливает эти же самые деньги в экономику этой же самой Барселоны. Никит, ну, а как у нас то же самое, периодически это возникает новость в информационном поле? Сколько раз, ты вспомни, мы это обсуждали, очень кому-то хочется закрыть у нас такую же возможность. Так главное, понимаешь, в чем дело? Это же полная глупость, потому что на самом деле, ну, уже пробовали, уже во многих вариантах все эти запреты, они всегда приводят к тому, что становится сложнее и дороже покупать. Но, понимаешь, почему-то вот приходят к власти социалисты, а социалисты всегда популисты, и популисты начинают апеллировать вот к самой-самой огромной агрессивной массе. То есть тем людям, которые не хотят соображать, которые не хотят думать, которые не хотят понимать, что все в мире взаимосвязано, которым нужны простые решения, и в этих простых решениях обязательно должно присутствовать. А вот этому мы запретим. Еще лучше, если этого мы сожжем на костре, четвертуем или посадим на кол. Это совсем было бы здорово. Но так как современная цивилизация, она как бы не дает вот так разбежаться, то хотя бы так. Есть вариантность этого исполнения всех пересажать. Есть еще вот такой вот. Это у нас очень сильно распространено. В Европе все-таки они к этому относятся, ну, скажем так, по-другому. Но, тем не менее, это непобедимо абсолютно. А к чему это приводит? А это приводит к тому, что, значит, как только запрещают суточную аренду, поток туристов перераспределяется откуда? Из этих квартир. А куда? А в гостинице. А к чему это приводит? Гостиница же не стала в 20 раз больше за один день. Нет. Соответственно, начинается борьба за возможность в эту гостиницу поселиться. А как клиент может, извините, бороться? Одним способом платить дороже. Да, да, конечно. И к чему это приводит? К повышению цен. Смотри, есть у нас люди, которые решили, что они не будут рассчитывать на отпуск за рубежом. Оля пишет нам из Подмосковья. Рисковать, планируя отпуск за рубежом, не стала. Решила лететь в Калининградскую область. Забронировала проживание в квартире. Билеты уже купили. И теперь сидим спокойно. Оль, пожалуйста, для наших слушателей, и лично для меня, человека, который безумно любит Калининградскую область, где вы в итоге забронировали там же много, на берегу всяких городков, и что вам это все дело обошлось? Что слышно про Кипр, спрашивают наши слушатели. Мы уже ответили на это в первой половине часа. Пока там они притормозили въезд российских туристов. Никит, пару интересных мест для посещения в Испании, просят тебя слушатели. Если едешь на машине, вот тут такой вот очевидный. Ну, обязательно Бильбао. И желательно Сантандр. Это с той стороны, вот с океанской. Без Бильбао обязательно. Музей Гугенхейма, да и вообще по городу побродить. Кроме того, мне больше всего из испанской... Вернее, это не испанская кухня. Это кухня басская. Вот там мне очень нравится кухня, очень вкусная. Кстати говоря, между прочим, у нас почему-то принято считать, что в Испании национальная кухня – это паэлья. Ну, это вообще не так. То есть, ну да, паэлью тоже едят, но это как вот сказать примерно, что в России национальное блюдо – это плов. Ну, едят в России плов. Едят, готовят, замечательно готовят, но... Вот ты, гад, плова захотелось, а? Ты нормальный. А вот ты можешь сходить вот в Чайхану, номер сколько-то там у вас есть. Нет, спасибо, я сама прекрасно. Кстати, слушай, для меня абсолютнейшая загадка – вот какая штука. У нас полным-полно, в России, полным-полно узбекских ресторанов. Они очень вкусные. Ну, различных вариантов узбекской кухни. Ну, начиная от ресторана Узбекистана, заканчивая вот этим всеми Чайханами, там, ну, их много, этих ресторанов. Вообще нет узбекской кухни в Европе. Почему? Хороший вопрос. Вот какая угодно, тайская тебе, пожалуйста, есть, там, я не знаю, ну, про китайцев я молчу, причем китайцы пользуются тем, что никто не различает китайцев и японцев на вид, из европейцев. Они замечательным образом китайский и японский ресторан рядом открывают, и там, и там работают китайцы, одеты просто по-разному. Ну, для антуража. Вот. Ну, совершенно нет узбекских ресторанов, вообще среднеазиатской кухни нету. Не знаю, марокканская есть, израильская даже есть, причем не вот в нашем... А она очень сейчас модная. Это сейчас в кулинарии прям очень модная израильская кухня. Но при этом именно израильская, а вот не та кухня, которая у нас по шелому-алейхому, то есть вот не там, не фаршированная рыба, не там, я не знаю, ну, можно еще долго перечислять. Вот не это, совсем другая. Сейчас повара из Израиля, имеется в виду такого топ-уровня, они прямо на пике. Смотри, пишет нам, лечу в Нью-Йорк в воскресенье, посмотрим, что выйдет из моего эксперимента. Отели на Манхэттене сейчас стоят копейки. Ну, выйдет замечательно, американцы пускают. Американцы пускают, да. Американцы пускают. А вот тебе такое сообщение... Виз не дают, но они по другой причине ее не дают. Да ковидлы продал недвигу в Греции и придержал деньги в евро. Купил квартиру в Геленджике, правда, без аквадискотеки, но профит. Профит, да. Но надо было, конечно, еще подождать какое-то время, потому что, ну, лет сто, если курс повысился, вы бы смогли купить вот весь этот... Как он Инге... Я никак произнести не могу. Давай, ты произнеси. Ну, мысль, на котором путинский дворец находится. О, Божья, да я не вспомню сейчас его название. Ты чего? То есть... Мне голову засорять этим тоже надо? Ну, ты же наверняка помнишь, например, как произнести название того ирландского вулкана, который... Господи, конечно. И я фьедла Йокудаль. Вот, видали? Я так вот и не смог научиться. Хотя меня пытались дрессировать, когда в прайм-тайме случился этот Йокудаль. Так, Юля нам пишет, не решилась ехать за границу, уже оплатила отпуск в Анапе с двумя детьми, 16 ночей с перелетом и питанием, по цене четырех звезд в Турции. Не кисло. Анапа поднимается. Анапа и должна. Вообще, на самом деле, это, конечно, был дикий перекос с тем, что российский туризм и российская туристическая отрасль тоже должна развиваться. И даже дело не в том, что она там для людей, у которых меньше денег. Кто же ей мешает-то, родимый? Никит. Слушай, много кто мешает. Ну, во-первых, мешает, ну, во-первых, власти. Потому что они должны прикладывать к этому какие-то усилия. Во-вторых, главное, что ей мешает, это наш менталитет. Потому что, на самом деле, почему так зашла вот эта история с проклятым, загнивающим Западом? Ну, потому что это, знаешь, такой комплекс. Об этом же еще русская литература достаточно активно писала. То есть, на самом деле, у нас почему-то люди в глубине души считают, что все, что отечественное, оно все плохое. Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, вот, например, город Тюмень, вот нет такого больше на свете города. Он один из лучших городов. Он в нем, там, я не знаю, саграды фамилии нету. И Эфелевой башни там тоже нет. Но там есть свои тюменские достопримечательности. И там есть на что посмотреть. У нас есть замечательные совершенно места в Карелии. У нас есть замечательный Байкал. А теперь порядок цен. Прикинь, Никита, я здесь смотрела про Карелию, и я могу тебе сказать, что мне реально два раза в Египет дешевле съездить будет. И сервис там будет на уровне. А еще дешевле к тёще. А еще поехать к тёще можно. И там тоже будет сервис. На уровне блины будут печь. Ну, жизнь состоит не из экономии. Я готова платить деньги, но за это я хочу получать хороший сервис. Вот уж чему-чему, а элементарной вежливости государство людям не мешает. Но у нас... Ты в Африке мало бывала. Наверное. Реально, ты мало бывала в Африке. Я хочу сравнивать... После нее Карелия я тебе со своей вежливостью покажется... Я хочу сравнивать плохое с хорошим, а не плохое с очень плохим. У нас мрачные люди немножко. Ну и что, что мрачные? Им жить тяжело. Поэтому они и мрачные. Они будут веселые. Я в этом не сомневаюсь. Ну, просто не сейчас. И ДКПАС мыс пишут. Наши слушатели. И ДКПАС. Видишь, а ты не знала. А я и произнести бы не смог. Я знал, но произнести бы не смог. Не-не-не-не, я не забиваю меня. И ДКПАС. Да. Сергей нам пишет по поводу порядка цен. В Зеленоградской, Калининградской области как раз на море квартира через букинг. Внимание. Июль, август. Уже весь разбронирован. Сергей сдает квартиру. В среднем стоимость стоит 3,5 тысячи в сутки. 3,5 тысячи? Это сколько евро получается? 40? Ой, батенька, ну это уж ты... 40, 40. Ну... 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 Ну, в Испании тоже можно квартиру за такие деньги снять. Я при всем моей любви к Калининградской области это немножко несравнимые вещи. Так, пишет нам. Мы с девушкой решили расписаться в Питере сами из Москвы, а следующим днем уехать отдыхать на берегу Ладожского озера. Хотелось, конечно, в Скандинавию, но с вирусом никуда не пущают. Или, если пущают, то за очень большие деньги. Да, в Европу ни за какие деньги не въедешь. Ну... Законно? Ну, не обманывая, не делая себе какие-то кривые бумажки. Ни за какие деньги ты в Европу не въедешь. Пишет там, что российская туристическая отрасль и сейчас не развивается, а тупо дорожает на фоне закрытых границ. У меня друг живет в Германии. Ну, это, слушай, в любая отрасль, в которой есть закрытые границы и ограничения, она на какое-то время, пока есть ограничения закрытые границы, дорожает. Это нормальное явление. Это как, вот, знаешь, возмущаться, что таксисты повысили цены в снегопад. Нет, ну, это вопрос отсутствия конкуренции, да. Ну, рынок, да. Во-первых, вопрос отсутствия конкуренции, во-вторых, вопрос возможности расширяться. Понимаешь, если бы можно было отели строить по мгновению волшебные палочки, а потом они ничего не стоили, то тогда, ну, после, когда они уже не нужны, то она бы и не дорожала. А как? Если, извини меня, раньше в Карелию хотело приехать 600 человек, а теперь 16 тысяч, а квартиру в Карелии 12 тысяч, а что с этим делать? Андрей нам пишет из Екатеринбурга, в Турции живут родственники, планирую летом посетить семью, и вот и думаю, получится или нет. Андрей, а какая проблема? Турция и сейчас открыта. Нет, в Турции это как раз вообще без проблем, да. В Турции сейчас открыта. Пожалуйста, да, для туристов там, по-моему, даже... При этом, заметьте, Берлага, от того, что Турция открыта, количество заболевших в Турции больше не стало. Вот это я к тому, что вот этот весь идиотизм с перекрытием популистский, потому что я еще раз говорю, массы, они боятся. И для того, чтобы этим массам потрафить, популистские власти предпринимают действия, которые не сопряжены с логикой, которые не сопряжены с разумностью. Они просто льют на популистскую мельницу то, что от них хочет слышать массовый социум. А массовый социум, к большому сожалению, он не интеллектуален. Про это давным-давно еще Трис Черчилль заметил, который был неглупый мужчина. Алексей из Тюмени... Повел нездоровый образ жизни. Послушай, ему это не мешало. Мне не мешало, да. Наоборот, помогало. его это придавало определенного очарования. Не наезжай к любимому мужчину, да. Алексей из Тюмени тебе пишет потише про Тюмень, пожалуйста, а то сейчас как понаедут из Москвы. Ну, понаедем, да, вот мы к вам приедем и вот тогда вы попляшете. А что делать? Ирина из Трасбурга нам пишет, ребята, география поражает. Просто спасибо вам за ваше сообщение. А вот и с Трасбурга. Французам разрешен выезд в неевропейские страны только по серьезному поводу. Подтвержденному документам аннулировали Египет, летим в, господи, Фуэртан-Туру, Канары, самое теплое разрешенное направление из Франции. Тест надо сдавать туда, и тест надо сдавать и обратно. Ну, да. Ну, я же говорю, ну вот бредятина такая в мире творится. Ну вот надо, зато на старости лет мы будем думать, что вот в разные времена вы жили, во время бредятины тоже. Ну вот сейчас вот в мире творится бредятина. Ну, как бы да. Друзья, Никита Неболицкий, мужские игры, мы с вами говорим о том, есть ли у вас уже какие-то планы насчет отпуска этим летом, отпуска в постковидном мире, который еще, в общем-то, по большей части закрыт. Если вы уже что-то планироваете или спланировали, расскажите, куда поедете отдыхать, во что вам это обошлось и как насчет получения виз. Оставайтесь под серебряным дождем. А мы продолжаем так, для Ютьюба. Есть умение посмотреть, может и есть на что, но об этом никто не в курсе, даже местные. Ну, потому что вот при уроке этого, как это, природознание прогуливали в школе. Прогуливать вообще нехорошо. Ну, вернее, хорошо, но неправильно. Так, у меня друг живет в Германии, недавно все семьи ездили на автомобиль во Францию, никто нигде не останавливал туда и обратно пишет. И говорит, то же самое могу сказать про своих друзей. Они в Берлине взяли в аренду машину и до Франции там пожили, отдохнули и обратно. Тоже спокойно. И в Париж, кстати говоря, ездили. Доходит до смешного. В Испании официально нельзя без необходимости, без документа переезжать из соседнего муниципалитета в соседний муниципалитет. Другое дело, что это необходимость, это вот все, что угодно. То есть, например, у меня приятель сделал себе бумажку, что он едет покупать ботинки. Ну, то есть, вот у меня есть, естественно, бумажка, по которой происходит это уже давно. То есть, вот эти ограничения ввели, ну, что-нибудь, наверное, в начале октября. Ее один раз в жизни проверили, эту бумажку, и это было в самом начале. И с тех пор просто некому проверять. Ну, вот некому. Я сколько, я езжу по всей Испании. Ну, не только Испании. Вот проверили на границе Андорры и Франции, но там реально же граница. Там всегда стоит дятел в милицейской форме и, значит, своим плюшевым жезлом всех останавливает. Это нормальное явление. С ковидом, без ковида. А вот в странах, между которыми границы нет, ну, например, между Испанией и Францией ну, натуральной границы нет. Ты, если не по главной дороге едешь, вообще сложно определить, где ты находишься. Ну, как там никто не стоял, так никто и не стоит. Я вот собственными глазами это видел, вот недалее, как там, я не знаю, четыре дня назад на выходные я ездил вот в Андорру. В Андорру оттуда, через Францию я выехал, потом через Францию заехал в Испанию, потом опять выехал во Францию, вернулся в Испанию. Ну, я катался для теста на мотоцик. Нету там никого, вообще никого, просто некому показывать эту бумажку. То есть, и рад бы, но нет. Ну, да. На границе вот с Андоррой и Францией, да, я показал, я это рассказал. Ну, тоже она, ну, слушай, ну, это Филькина грамота, человек в нее смотрит, ну, девушка вот эта, которая пограничница меня установила, она не понимает, что там написано, она не знает испанского языка. Ну, но тем не менее прокатывает, да. Да, вот со мной, я думаю, как, ну, не пустят, поеду обратно. То есть, у меня же не было цели куда-то конкретно приехать, просто вот я хотел посмотреть, а оно как? Вот никак. Друзья, Никита Неболицкий и Мужские игры, и мы возвращаемся обратно в эфир Серебряного дождя. Мужские игры. Наши слушатели пишут, купили билеты в Армению на майские праздники, а в сентябре планируем лететь в Израиль. Надежды на открытие Европы нет. Пишет нам слушатель Никита. Израиль тоже, кстати, я что-то насчет Израиля вы тоже смело, они открывают, закрывают, открывают, закрывают. У меня парикмахер моя летает из Тель-Авива, и это постоянно очень такая шаткая ситуация просто. Ну да. Опять же, билеты куплены, билеты на руках, но вот, пожалуйста, раз вот закрыли переноску. билеты вообще ничего не говорят. Нет, не решают. Надежды билеты не говорят вообще ни о чем. И вот эти вот надежды, что Аэрофлот знает, не знает Аэрофлот, так же, как и все остальные не знают. Поэтому как бы... Между прочим, вот если через Андорру выехать во Францию, повернуть не в туннель, чтобы вот обратно в Испанию ехать, там на право поворот, а поехать туда, в сторону Тулузы, там есть очень смешной такой, ну ты едешь по дороге, там деревеньки стоят, а вдоль дороги идет железная дорога. Она, видимо, для этих вот местных деревенек. И таскает вагоны по этой железной дороге такой вот абсолютно мультипликационный паровозик. Он маленький, у него кабины нету, паровозная часть есть, и, значит, открытая такая, со стеклом, как обриолет. Очень смешной паровозик. Так, по поводу Калининграда, наши слушатели в любимом, нежно любимом мною Калининграде, где Серебряный дождь вещает на часа 97, и 7 FM, ребята, я просто вам нежные поцелуи шлю, плачутся слушатели, что в прошлом летом в Калининграде творился кромешный туристический ад. А, это и будет какой-то. И там бронировали даже то, что вообще было закрыто 10 лет, куда уезжают сами калининградцы, пишет нам Игорь. Живу в Калининграде, но летом планируем ехать в Абхазию на месяц, потому что здесь прошлым летом был ад и ужас. Переполненные пляжи, грязь, хамство приезжих, облачные цены на такси, пробки постоянно в сторону моря, даже в будни. Мы просто вешались сообщения из Калининграда. Я тебе могу сказать, у меня вот от того места, где я вещаю, до кромки моря 1,6 километра. И, соответственно, я в обычное время сажусь там на мотоцикл, на самокат, на машину и еду. Вот этот городок называется Камбрилс, где я, собственно говоря, живу. Но летом я туда вообще не езжу, потому что там это попа сколько народу. И, соответственно, вот у меня напряжена на каждый день ездить на пляж, и она, когда вот наступает вот этот вот туристический высокий сезон, все, она прекращает ездить в Камбрилс, она едет либо, у нас тут просто очень длинный пляж, где-то километров 300, наверное, длиной. Береговая линия, это очень длинная, да. Не, вот именно пляжная линия, ну, то есть песок. А, пляжная линия, все, я поняла, да-да-да-да, широкая получается. Она длинная очень, не широкая, ну, то есть она бесконечная, длину заполнить невозможно. Ну, она километров 300 длиной. И она просто едет там километров 20 в сторону, потому что до тут турист не долетает, не всякий турист долетит до середины Днепра. Ну, и, соответственно, вот там народу нет, потому что в самом Камбрилсе это просто, ну, какая-то кромешная ад. Вот такая вот история. Смотри, пишет нам, кстати, сегодня, ну, Калининград, ну, потрясающе активный сегодня Сергей нам пишет, мы с семьей обычно путешествуем на автомобиле, понятное дело, оттуда удобнее, конечно же. Но сейчас это все накрылось из-за закрытых границ. Хотя выход есть и из нашего анклава, это паром Балтийска, усть Луга, но цены там для олигархов и правительство никак не регулирует эти цены, а перевозчик выезжает на том, что для армии России возит технику. Ну, это на самом деле безобразие абсолютно. Вот это как раз должно правительство датировать, потому что действительно получается, что, ну, раз уж мы по аннексии этот самый Калининград забрали себе обратно, то надо обеспечить людей, которые живут в Калининграде, возможность доступа ко всей остальной России за какие-то адекватные деньги. И действительно, вот эти вещи, это действительно государство должно датировать. Это вот как, ну, знаешь, если не хватает денег в пенсионном фонде, надо доплачивать в пенсионный фонд, чтобы люди получали пенсии. Вот так же в точности, там, Дальнему Востоку нужно датировать, возможно, долететь до центра страны. Иначе мы потеряем все эти области. Они в результате, ну, оторвутся вот от основной материнской платы. Нельзя это допускать. И обязательно должны датировать этот сам паром. Действительно, я слышал, что там очень дорого. Это уже не первый раз, когда вот кто-то и слушает, или там читатели моих пишут. Ну, это безобразие. Так, Лили из Нижнего пишет нам, вот уже пятый год подряд, независимо от зарубежных поездок, посещаем супругом спа-отель на берегу озера Тургаяк. Это Челябинская область. Сервис на высоте. Всегда прекрасно. Летом и зимой озеро Родоновое, горы, сосны. Это, кстати говоря, вот место, куда я тоже все мечтаю добраться, но пока не добралась. Говорят, красоты места просто неземной. Челяба крутое место. Вся. Подальше, если только от самого Челябинска, там, где можно дышать. зато там... Прости меня, Челябинск, я только экологическую ситуацию имею в виду, да. Это у нас есть специальный Максим Шингаркин, он расскажет тебе про экологическую ситуацию в Челябинске во всех его частях. Верим, что откроют Грецию, такие сообщения нам присылают. Да не, ну, слушайте, пооткрывают все, ну, тут видно уже, что нет, то есть, ну, грубо говоря, вот есть политический спектр, да, вот есть несколько там вот политических партий, которые тут вот играют за то, кто будет рулить. И пресса всех политических партий уже в один голос пишет, что осочертело вся эта ситуация. Типа, ну, ребята, да, сколько можно. Да, сколько можно. И в том числе, кстати, пишут, что много русских купил недвижимость, что люди не могут приехать к себе домой, ты знаешь, сколько у нас таких сообщений, да. Не, ну, это правда безобразие. Это человек и собственность его лишают доступ к его собственности. Пишут нам, что Шенген, кстати, греки обещают выдавать бесконтактно, если уже есть отпечатки в базе шенгенской за последние пять лет. И пишут о том, что греки легко выдают тем, у кого хотя бы раз была греческая виза. Друзья, это был Никита Небылицкий, меня зовут Дарья Гордеева. Прощаемся с вами. Никита вернется завтра, а я вернусь уже, наверное, получается, во вторник, понедельник-то у нас выходной. Подожди, я тоже постараюсь завтра не вернуться, но есть надежда. Дмитрий Владимирович Савицкий нас сейчас слушает и скажет тебе, Никитушка, ты здоров? Я заболел, неожиданно. У меня болит пятка. Друзья, не забудьте, что эту и другие программы нашей радиостанции вы можете пересмотреть и переслушать на нашем канале в YouTube. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!